друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале сладкий персик не забудьте подписаться вы знаете недавно я узнала что редиску оказывается можно жарить и она получается очень и очень вкусный сейчас редиски очень много может быть она даже растет у вас в огороде если нет то ее в огромное количество придает магазинах и на рынках и вот вам классная идея как приготовить редиску на горячее нам понадобится пучок свежей редиски сливочное и оливковое масло соль сахар и свежая зелень у меня был укроп но можно взять например зеленый лук берем нашу прекрасную редисочку и отрезаем от нее ботву кстати из ботвы тоже можно приготовить что-то вкусненько но в этом рецепте она нам точно не пригодится поэтому мы убираем ее в сторону срезаем среди ски хвостики с двух сторон и режем редиску резать надо или пополам или на четыре части смотря какого размера у вас редисочка моя была достаточно крупная поэтому я порезала каждую половинку еще раз пополам да и конечно не забудьте что редиску нужно предварительно очень хорошо помыть желательно несколько раз чтобы смыть в нее всю всю землю и обсушить бумажными полотенцами теперь сковородки растапливаем сливочное масло вместе с оливковым и когда масло начнет шипеть то есть когда она нагреется выкладываем в него всю нашу редиску огонь должен быть средний или слабый ну такой чуть ниже среднего затем сразу же посыпаем наш вид солью и сахаром сахар здесь нужен обязательно он придаст наши редиски классную карамельную корочку перемешиваем редиску и жарим на среднем или слабом огне примерно 5-7 минут периодически помешивая жарить нужно до готовности вы можете снять редиску когда она слегка жесткой внутри кому как больше нравится но можно доготовить прям до мягкости потом с помощью шумовки перекладываем редиску в тарелку шумовка позволит избавиться от лишнего масла и посыпаем свежей зеленью такую редиску можно подавать отдельно как самостоятельное блюдо использовать в салатах или как гарнир к мясу птицы или рыбе очень советую вам попробовать если вы еще никогда не жарили редиску не забудьте пожалуйста поставить лайк если рецепт вам понравился и подписаться на мой канал